окончательно и бесповоротно приветствую вас друзья у аппарата зоди на аппарате the cursed forest запасайтесь булками готовьте лимонад друзьям продолжаем прохождение этой замечательной игры прошлой серии мы там в том домике решили замечательную загадку головоломочку которая мне очень понравилась с зайчиком теперь нам нужно сюда давайте посмотрим на эту карту так это мы сейчас вот здесь в принципе путь только один опа ловушка капканчик хорошо что я его заметил так еще записка лучи надежды в детстве я усвоил два важных урока первый урок мне преподал отец научив меня простой истине что за счастье нужно бороться и это сражение далеко не такое доблестное как нас учат хорошие книжки нужно быть готовым добывать его кулаками если потребуется в грызаться в него зубами второй урок я познал сам когда жизнь сводила меня с разными сомнительными компаниями смысл был прост есть люди которые привыкли жить в грибной яме и они либо затащат тебя туда сами либо ты можешь их вытащить оттуда но для этого нельзя быть их другом а нужно брать их под свой контроль в юности я был вожаком мальчишеской группировки мы наводили страх даже на взрослых держались друг за друга стеной но нас тяжело было назвать друзьями чем взрослее я становился тем больше приходилось осуществлять контроль над теми людьми которые хотели обмануть меня я всегда был хитрее контролировал их вместе с их ложью заставляя думать что они вводят меня за нос ослабляя их бдительность тем самым позволяя мне водить за нос уже их я не жалуюсь на свою юность напротив она вышла весьма яркой и позволила мне выплавить стальной характер который и нужен серьезным взрослым личностям к сожалению я не был близок с людьми друзья лишь условно скорее подчиненные женщины были любовницы но не было любви но однажды мою жизнь вошла она вернее споткнулась упав мне на руки так мы познакомились ее неловкость казалась мне милой а моя бдительность и сильные руки не давшие ей упасть создали у нее впечатление что я тот человек который будет держать ее в крепких объятиях и убережет но мое мнение о ее беззащитности было поспешным у нее был такой же закаленный характер но при этом она смогла сохранить в себе цвет и добро которого было так много что хватило на нас обоих в отношениях вместе с ней я учился познавая новые мысли которые никогда не приходили мне в голову раньше это самое лучшее что дарила мне судьба я буду бороться поддерживая его если придется даже кулаками как меня учил отец я не позволю огню нашей любви угаснуть мы счастливы и это будет продолжаться до последнего нашего дня так что то есть там пойти еще нужно туда может быть туда еще пройти или мы туда если пойдем мы как раз к тому огоньку и придем к тому костру так тут капканов нету а еще один камень великолепно твою ж дивизию ловушка воу у блин мистер соломенная голова вот же ж блин ну по крайней мере хорошо что они напоролся никакой не на какой из этих шипов это уже радует ладно как нибудь выберемся не впервой мишка мишка опять мишка так там у нас подъем наверх иллюзия счастья часть 1 всю свою жизнь я умело мог управлять жизнями других но никогда не мог справиться со своей лишь она чувствовала меня настоящего наши отношения были словно вырваны из любовного романа она была похожей на меня сильным человеком но не понятым мы дополняли друг друга прикрывая слабости нашим союзом но черт бы побрал мой характер как бы я не сопротивлялся но моя натура взяла свое я начал подчинять ее себе мне было мало ее понимание я хотел чтобы она принадлежала мне вся чтобы ее эмоции и мысли были под моим контролем мы стали отдаляться но рождение сары вновь сблизило нас ее появление на свет было чудом любовь к нашему ребенку снова скрепила нас но увы это продолжалось недолго мое желание контроля перешло и на дочь моя жена была слишком мягка к ней наша дочь очень добра но хрупка для жестокого мира окружающего нас я не хотел чтобы этот мир поглотил ее изменив раз и навсегда как это произошло со мной поэтому я делал все чтобы защитить ее этот выбор и отдалил меня от моей любимой раз и навсегда мы стали друг для друга чужими людьми и я стал пытаться найти родственную душу в другой женщине но вот это ошибка нельзя так поступать так выбрались уже как раз мы рядом очень так либо сходить туда к костру сразу они там далековато а там еще и смотрите пропасть до болота так а вот дорога идет а ну-ка давайте все таки и я ее я ее я ее туда же обратно чуть не упал на еда твою же дивизию выберись ты все так в кустах сильно спрятано что что-то было а ребят это наверно капкан был я уже призадумался там все так в кустах спрятано что не видно даже вот этой вот дырки а капкан заметить тем более непросто так капкана я не вижу так обойдем подальше ну его нафиг тут трава высокая надо на дорогу выбраться и все будет хорошо стоп а можно и седой пройти кстати говоря туда ну это же получается мы по кругу вот так вот и обходим да но я хочу убедиться в этом потихоньку-потихоньку боюсь капканов есть еще капкан так слева капкан ага а там алтарь у нас окей твою же дивизию не было там капкана ну да что ж такое там не было капкана либо он не знаю под текстурка где-то был но это уже прямо таки я вам скажу не честно мне кажется ли трава не прогрузилась ладно так самое сложное сейчас добраться до этого алтаря чтобы просто блин сохранить а давайте мы вот так вот и сходим сюда и к дороге вот то есть по дороге то есть к этому алтарю так будет безопаснее наверное блин уже боюсь десяти где угодно вот здесь может быть капкан невидимый вот капкан но я его вижу 对 но осторожно аккуратно по шажочку по шажочку Так, этот капкан я вижу Вот там вот А теперь там есть капкан Сработавший, причем Его там не было Хотя, может быть, все-таки я не заметил Но я уверен, что его там не было По крайней мере, я не видел Так, что там? Рядом еще есть где-то алтарь Еще найти нужно три части Скелета Два камня И зачем-то у нас при себе имеется мишка Так, где здесь был капкан? Ага, вон он Понятно, обходим Субтитры сделал DimaTorzok Где-то еще здесь капкан должен быть Я ведь помню, что здесь еще капкан был Теперь нету Ну, ладно, допустим Что такое? Что случилось? Он что, утонул там? Я не понял, ребята Что сейчас произошло? Вообще не понял Ну, я через лужу переходил, да Что произошло? Ну, подойдем сейчас поближе Посмотрим Если только не нарвусь на капкан Вроде по правой стороне Вот так вот нужно идти И все будет хорошо Так, вот Почему вот здесь вот я умер? Я не понимаю Ядовитая вода какая-то или что? Черт его знает Слушайте, а что если мы Вот так вот Может быть не зря здесь бревна лежат? А может быть нас что-то утащило под воду? Черт его знает Я даже не знаю, ребята Кто понял, что произошло Напишите мне, пожалуйста В комментариях Потому что я Вообще не понял Так Туда с вами пойдем Мы поднимемся К костру А потом туда, видимо Хорошо Надеюсь, больше капканов не будет Иллюзия счастья Часть вторая Говорят, лишь потеряв Мы понимаем Насколько нам было дорого То, что мы имели Я познал это На очень горьком опыте Когда моя любимая Умирала Все счастливые воспоминания Что мы пережили вместе Стали преследовать меня Моя любовь к ней Воспылала Как в первые дни Но было поздно В последние мгновения Ее жизни Я чувствовал себя Беспомощным слабаком Я пытался сохранять Свою маску сильного лидера Ради моего народа И Сары Всем видом показывать Что крепко стою на ногах Но внутри я рыдал Мое сердце разрывалось Чувствовал себя Самым жалким На этой земле Когда наши отношения Изменились в худшую сторону Я пытался найти счастье В другом месте Совершенно забыв О моем обещании Бороться за наше Мне стало Очень стыдно И горько За то, что не смог Себя хоть немного Исправить Ради любимой Что отвернулся от нее И вот она Оставила меня И Сару После ее утраты Лишь ненависть Заполнила меня Ненависть на этот Несовершенный мир Это ведь он изменил меня Превратив в это чудовище Именно он Отнял у меня Самое дорогое Но я не дам ему Отнять у меня И Сару Ее Я смогу спасти Я дал два обещания Первое Позаботиться о Саре И не дать этому Разлагающемуся миру Сломить ее дух Второе Никогда не сдаваться И не давать никому Помыкать мной Я готов бросить вызов Всему миру Я изменю его Чего бы это ни стоило Громкие слова Так Опять мостик Давайте как-то Перепрыгнуть попробуем Ну его нафиг Выдержал Сюда можно как-то Подняться Нет Такое ощущение Что туда можно попасть Может быть мы с другой стороны Как раз таки Туда попадем А ну да Два шага Стоило сделать Так Подождите Это нас поведет наверх Но это в любое место Ну-ка Давайте посмотрим Что здесь Еще А Алтар Еще Записка Отлично О происхождении духа Помимо моих исследований Ритуала Я также пытался Раскрыть сущность духа Каковы его цели Откуда он произошел Чем он является Увы Вместо ответов Возникает все больше вопросов Если бы я мог узнать о нем больше Возможно его истоки Дали бы мне подсказку Как противостоять ему Я смог Я смог Я смог Я мог Я не хочу Я мог выявить раньше человеком который сам когда-то был испорчен этим миром и окружением превратившись сущность жаждущую мести а возможно он был божеством которое люди обманули и заключили в ловушку желая быть выше не исключено что этот наш природный эгоизм желание властвовать вызывают его столь огромное презрение подобные теории можно составлять сотнями но в чем смысл результат этих размышлений не дал мне преимуществ а напротив заставил задуматься о смысле моей отчаянной борьбы за жизнь если так посмотреть мы не важнее что останется после меня мое наследие нежели жизнь ради этого я буду продолжать бороться так подождите алтарь а это что за подстава такая хитрая а вот это настоящий алтарь возможно иду в ловушку но мне просто любопытно в чем суть этой подставы нет ну очевидно что это подделка кто-то подделал под алтарь если попытаюсь им воспользоваться то что-то произойдет ну его нафиг можно было бы конечно чисто ради любопытства мы ведь сохранены воспользоваться и посмотреть что будет давайте так и сделаем чисто из любопытства твою дивизию она не убила нас я ожидал что нас убьют неплохо интересно такая ловушка прикольная типа алтарь класс мне понравилось еще капкан я-то надеялся что у вас уже нету блин еще один хрупкий мостик а черт ну прыгни прыгни так значит так и должно было быть я думал я убился это была ловушка значит то есть там нельзя было никак перейти мишка нарисован у нас есть мишка рядом еще два камня есть 6 алтарей почему она нас выпускает сейчас я не понимаю где мы сейчас черт его знает куда нас занесло слушайте знаете а я вот сейчас думаю стоит ли по-настоящему ее бояться она уже сто раз смогла нас убить но она настолько пугает вот сейчас вы видели она нас выпустила открыла эту дверь зачем может быть она что-то от нас хочет а смотрите вот как мы сюда попали да вот где мы сейчас понятно блин ты все равно меня пугаешь так карта есть твою ж блин твою ж дивизию ну ка посмотрим так а где здесь мы не а вот мы не нашел даже так вот отсюда мы пришли мы пойдем по правой стороне мы куда-то прибудем если мы пойдем вот сюда мы тоже куда-то прибудем логично логично так ну чтобы не путаться пойдем наверное по правой стороне я сейчас вот так ой 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 тут какая-то дура слушайте ловушка я хотел посмотреть что это там за бидончик стоит это видимо и есть ловушка да так алтарь давайте первым делом сохранимся все-таки к бидончику я хочу сходить ну ничего здесь нет просто бидончик так вот туда мы можем сейчас да пойти так стоп а здесь еще наверх можно подняться или нельзя ну-ка давайте просто чтобы знать можно туда двигаться или нет просто посмотрим а здесь просто костер у нас и все это сразу посчитаем запиську одержимость и успех в первые дни я встречал тела недавних гостей но останки долго не задерживаются в этом месте не знаю куда они исчезают возможно тьма поглощает их или же темная девочка забирает какое-то укромное место но погибнув здесь словно стираешься с лица этого света кстати я узнал что для обратного ритуала необходимо собрать все останки жертвы их поиск стал для меня чем-то вроде игры поначалу мне казалось что я безумец ведь собираю человеческие останки но теперь глядя на них в своем мешке чувствую себя словно коллекционером наконец-то закончившим свою самую сокровенную коллекцию находя останки я все больше узнавал об этом месте они были проводниками по страницам этой истории думаю не случайно они находились в местах играющих ту или иную роль в жизни жертвы также мне наконец-то удалось найти рунный камень поиск его был действительно той еще головной болью еще выяснил что огни в алтарях влияют на темную девочку делая ее поведение более агрессивным но чутье подсказывало мне что лучше затушить все алтари дабы обезопасить себя и чтобы ничто не мешало моему плану по созданию обратного ритуала последнее время я изловчился избегать темной девочки и оставаться незамеченным это становилось какой-то игрой и я в ней преуспевал оставалось немного и я остановлю проклятие этого леса а может быть даже получу доступ к сокровенным знаниям или силе которую хранили здесь люди древней цивилизации сама мысль об этом возбуждает меня и дает ощущение неуязвимости я точно не погибну в этом месте я стал его частью и приспособился ну судя по тому что мы идем по твоим следам сейчас и снова все это повторяем ничего у тебя таки не получилось вот по поводу алтарей это конечно любопытно может быть действительно чем больше я сохраняюсь тем агрессивнее становится эта девочка ну а я не знаю как затушить алтарь если что мы можем только сохраниться как только мы сохранимся все они уже активированные блин еще капкан еще как то твою ж дивизию нет она определенно хочет нас убить блин там капканы лучше с этой стороны как-то облезу вот так вот чиха 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 ну нырять я само собой не собираюсь в воду просто осмотримся в принципе сейчас вот если туда поплыть там смотрите есть алтарь да может быть мы если пойдем по левой стороне мы к нему придем в итоге я ну черт его знает да пожалуй пока что не буду я плыть ну или когда здесь осмотримся уже полностью будем возвращаться тогда может быть сплаваем пока что пока что не надо так развилочка блин капканов целая куча куда мы туда попадем ладно туда мы сходим но сначала сюда высматриваю капканы стоп подождите если сейчас сюда я упаду то что наверх не поднимусь мне плыть придется да обратно вот туда вот понятно хорошо так ну окей ребята давайте наверное мы сейчас здесь и прервемся спасибо вам большое за просмотр не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх как обычно с вами был зоди удачи друзья встретимся в следующей серии пока пока пока